Итак, друзья, Яндекс Плюс снова открывает Плюс Дачу в парке Горького. Давайте посмотрим, что же там такого интересного. Концерты, кинопоказы, спектакли, йога, лекции, детская программа и другие мероприятия будут доступны бесплатно подписчикам Плюса. Ну, в частности, сколько стоит подписка? Лично мне она обошлась 100 рублей в месяц. И, друзья, если честно, у меня на нескольких устройствах подсоединен вот этот Яндекс Плюс. На нескольких, и даже у родителей стоит Mi Boxes у каждого. И я там подсоединю свой аккаунт. И они смотрят, значит, фильмы на кинопоиске HD. И все под моим аккаунтом. То есть, все это за 100 рублей в месяц. Мне кажется, что оно того стоит. Плюс скидки там и так далее. Плюс баллы и так далее и тому подобное. 1 июня 2022 года Москва в парке Горького уже второе лето подряд открывается Плюс Дача. Это место, где собрано все то, что больше всего любят подписчики Яндекс Плюса. Их любимые фильмы, сериалы, музыкальные исполнители, спектакли. В прошлом году на даче прошла первая в России фан-встреча с группой Манескин. Выступали Луан, я не знаю, конечно, Иван Дорн. Показывали пищеблог и анимацию Хаяо Миязаки. Вот анимация Хаяо Миязаки, это круто. А также прошли ночные марафоны друзей и смешариков. За это время площадку посетили около 20 тысяч человек. В этот раз на даче снова будет чем заняться целый день с детьми, семьей и друзьями. Утром можно прийти на йогу, днем на детские мероприятия, а вечером Плюс Дача будет превращаться в настоящий кинотеатр, театр или концертную площадку. Дачный сезон продлится все лето с 1 июня до конца августа. Музыкальная программа в этом году в программе Яндекс.Музыки будет много сюрпризов, которые отражают главные тренды в мире музыки. Это презентация альбомов, музыкальные вечеринки, коллаборации с кураторами. Все музыкальные мероприятия отражают уникальный стиль, взгляд и эмоции артистов. Музыканты сами продумывают формат своего выступления. Также Яндекс.Музыка вместе с командой Бэндлинг собрала образовательную программу для молодых музыканцев и тех, кто только задумывается о музыкальной карьере. Кино в кинопрограмме этого года фильмы, которые особенно любят подписчики Плюсы, хиты из 250 кинопоиска ТОП. Джентльмены, достучаться до немец, Уолл Стрит, фильмы с летним настроением для свиданий, Ла-Ла Лэнд, Молодость. Фильмы для семейного просмотра, Белль и Себастьян, Ученик Чудовище, Интересное кино для вечера с друзьями, Сквозь снег, Паразиты, лучшие фильмы Битфильм Фестивал, а также оригинальные проекты кинопоиска, Майор Гром, Этерна и Финал сезона Нулевого Пациента. Театр, театральную программу, как и в прошлом году, курирует Яндекс.Афиша и Юрий Ковятовский. Будут классические спектакли и современные театральные перформансы. Например, на даче покажут симфоспектакль. Я выговорил это слово. Мастер и Маргарита с Дарьей Мороз и Игорем Меркубановым. А авангардный театр Экс откроет программу одной из своих известных инженерных постановок. Детская программа на плюс дачи. Дети смогут повселиться вместе с родителями и научиться чему-то новому за летние каникулы. В будни для детей будут проводиться игротеки, познавательные мастер-классы, спортивные занятия с героями телеканала «Карусель», игры со смешариками и тикток-вечеринки, а в выходные шоу и спектакли от лучших городских детских проектов. Книжная программа для любителей чтения и аудиокниг. Яндекс.Музыка собрала книжную программу. На даче будут проходить встречи с любимыми авторами в формате книжного клуба. Кафе и лаунж. На плюс даче будут работать кафе G-Drive, в меню которого более 100 позиций. Там можно позавтракать сырниками и чаем с чабрецом, пообщаться, пообедать с фирменными френч-догами, бургерами или наггетсами и взять попкорн к фильму. В меню большой выбор напитков от G-Drive, кофе-соки, морсомолочные коктейли и просто отдохнуть, сделать яркие фотографии можно будет в лаунж-зоне Яндекс.Маркета. Попасть на дачу могут подписчики Плюса, то есть у кого подписка не подключена, могут оформить бесплатный пробный период перед входом на площадку или заранее на сайте Плюс Яндекс.Ру. За расписанием можно следить на сайте. Ну и Плюс дача работает, еще раз повторяю, с 1 июня по 31 августа 2022 года на площадке Летнего кинотеатра в парке Горького, недалеко от Большого Голицынского пруда. Друзья, вот такая вот новость, приходите, надеюсь вам будет интересно, ссылка на новость в описании, всего доброго, всем пока, до свидания.